Братва, ну я напоминаю, что спонсор канала это компания 1xbet, которая также спонсирует множество спортивных клубов и мероприятий. Компания 1xbet это всегда высокие коэффициенты и быстрые выплаты. Переходите по ссылке в верхнем комментарии, регистрируйтесь и получайте ебейшие бонусы. Плюс ко всему, пацаны, по моему промокоду ASATA вы можете хапнуть до 100 баксов на первый депозит. Но если депозит уже есть, перерегистрируйтесь и хапните его заново. 1xbet базарит. Всем добрый-добрый, теплый такой подмосковный вечерок. На часах у нас 5 минут 9 вечера. Ну а мы начинаем свой очередной обзор. И у нас сегодня три веселых друга, три званых гостя, которые нам любезно предоставили ребята в городе, у себя, на родине. У нас он только один и я никак не мог добраться до него, да я в принципе как бы и не искал вариантов. Но здесь нам сегодня предоставили аж целых три. И что у нас сегодня на обзоре, пацаны? Сегодня у нас корейский экшен, мать его ёп. Сегодня у нас на обзоре аж три Kia Stinger, пацаны. Вау! В таких вот цветовых решениях. Это, блядь, чёрный наш, иронский, короче, осетинский Kia Stinger, который ездит по Москве. Парень Астин Алан. Он двухлитровый, обычный. То есть, околостоковый. Пока эти тачки в процессе доработки, о чём мы немножечко попозже поговорим. Это у нас Kia GT. Это у нас, блядь, сука, вот, ну, венец творения корейцев. То есть, самый мощный Kia Stinger, блядь. И вот этот Kia Stinger тоже у нас двухлитровый. С небольшими, так сказать, блядь, вкусными доработками. Падайте, короче, в свои кресла, заваривайте пельмени, хинькали, вареники. Обливайте всё это киченезом. А мы начинаем. Нам прям их сразу три пригнали и сказали, пацаны, вот вам, короче, три Stinger. И чё по кайфу, то и делаете. Рассказывайте, там, и так далее, и тому подобное. Чё хотите, короче, то и делайте, блядь. Честно говоря, сегодня мы вообще не будем вдаваться в какие-то технические подробности. Мы просто сегодня сядем по езде, и мы поймём вообще, что такое Kia Stinger. Какова философия корейцев ныне, да, вот в этом автомобиле. Потому что бытует мнение, но не то, что мнение. Все это прекрасно знают, что всё-таки, блядь, это уже далеко не кореец. Это далеко не Kia, а с нотками залупы BMW, короче. Вот знаете, ну, не залупа BMW, а с нотками стояка BMW, который дал этой тачке харизму. Вот, ну и так потихонечку начнём. Что у нас первое стоит? Это наш чёрный, короче, Kia Stinger, на котором есть диталан, ещё раз скажу его имя. Он двухлитровый. Обычно сейчас он в процессе доработки. Парни очень плотно занимаются тюнингом этих автомобилей. Конкретно Stinger, Kia, Mitsubishi они очень сильно любят. То есть они профессионально занимаются доработками этих автомобилей. И мы обязательно оставим ссылочки в описании. И огромнейшее спасибо этим парням за то, что предоставили нам эти тачки. Чёрный Stinger, ничего обычного, простой двухлитровый Stinger в полном приводе, 245 лошадиных сил. Ничего прям такого вот сверхъестественного в нём нет. Ну, Stinger и Stinger. Я привык изначально вести свои обзоры с внешнего вида автомобиля. Вообще просто шикарно смотрится, бля, вот такое решение. Чёрный, чёрные диски, чуть-чуть тонированная оптика и так далее. Что касается дизайна Kia. Ну, что сказать. Это, бля, ну, седаном его очень трудно назвать. Как бы это седан, это автомобиль D-класса. Liftback. Это вот, ну, конкретно Liftback. Это не только я так говорю и не я придумал. На самом деле Liftback. Прям вот у него линии такие крадущиеся, бля. Прям вот по кайфу. Тачка смотрится очень красиво, очень грозно, очень приятно. Сейчас очень многие будут опять там говорить. Вот ты, братец, отлизал там Kia, там ты проплатился, ты там продался. Нет. Абсолютно ничего такого. На самом деле вот эта тачка чисто внешне, имеется в виду Kia Stinger. Не именно это, а вообще Stinger. Мне безумно сильно нравится внешне. Безумно сильно. Дизайн, который вообще не отторгает. Я, ну, не могу сейчас найти какие-то, даже как бы сильно я не хотел сейчас найти что-то такое, чтобы сказать, вот фу, вот здесь мне что-то не нравится, да. Бля, я просто наебу вас. Чего делать мне не хочется. Корейцы, на самом деле, подходя к этому автомобилю, очень-очень сильно готовились. И, честно говоря, они прям ударили в десяточку. Вот дротик вошел прям туда, прям в анус. Прям вот, и прям влюбили в себя людей. Этот дизайн просто покорил сердца молодежи. Ну, на самом деле, тачка смотрится невероятно красиво, невероятно молодежно. Я вот сейчас, на самом деле, очень близко к Stinger, устаю первый раз в жизни. На самом деле, у нас был там, у нас есть Stinger, на который Давид делал обзор. Ну, есть у нас Stinger, короче, все. Но я к нему никогда не подходил, как бы, ну. Первый раз стою около Stinger, и на самом деле, безумно сильно мне нравится дизайн автомобиля. Я просто не знаю, до чего доебываться. Прям в ночи эти тачки смотрятся просто великолепно. Вы сами-сами все это прекрасно понимаете, что в этом кузове Kia дохуя кому настучала по щеке. Достала Дагланд и вот, ну, там, потрясла их, знаете. Вот прям очень сильно она заявила о себе, заявила о том, что она может, бля, да, делать очень красивые, бля, автомобили, очень красивые седаны. Очень злые седаны, которые не могут не нравиться людям. Почему именно три Stinger? Объясню. Вот это обычный Stinger, двухлитровый, 247 лошадиных сил. Он околостоковый, ребята, еще раз повторюсь, что-то с ним пытаются делать, но пока он околостоковый. Вот этот Stinger, это его GT-версия, здесь V-образная шестерка, 370 лошадиных сил. Но мне интересен белый Stinger, потому что белый Stinger, он по паспорту 197 лошадиных сил, двухлитровый. Но сейчас он раздутый, он на чипе, там, что-то, в общем, хозяин с ним поделал, да. И сейчас вот эта тачка, она в 280 лошадиных сил. Поэтому мы сейчас проедем сначала на обычном Stinger, потом покатаемся, бля, вот на этом Stinger. Ну, а вишенькой на тортик, пацаны, останется, сука, вот эта тачка. Вот в этом сексуальном цвете, потому что это, мать его, Kia Stinger GT. 370-сильный, бля, GT, я его рот ебал. Вкратце, абсолютно ничего технического в этом обзоре не ждите, этого не будет. Вам все пропели, рассказали, поездили по ушам. Сегодня техники абсолютно никакой не будет. Просто двухлитровый мотор, да, это тот же мотор, который ставили в Kia Optima, который я обозревал. Тоже турбированный двигатель. Но сейчас он здесь стоит по-другому. Он продольно внедренный туда и немножечко утопленный ближе к салону. А для чего это дело? Для того, чтобы добиться максимально идеальной развесовки автомобиля. Развесовка автомобиля 51 на 49, почти 50 на 50. О чем бы вам это могло сказать? О том, что такая развесовка есть где? Правильно, у BMW. Так что в этой тачке, да хуяшеньки от BMW. В эту тачку, точнее корейцам, ну именно вот в этой тачке, бля, BMW очень много дало таких маленьких-маленьких изюминок и сюрпризов. Свет ебанутый просто, бля. Ну, здесь легендарный их не двигатель. V-образная шестерка с двумя турбокомпрессорами, которая выдает, сука, 370 лошадиных сил и 510, мать его, момента. 510 момента. Думал, для этой тачки в полном приводе прям вот так, вот так. Она просто должна заставить мой член сегодня подняться ровно на 12. Очень сильно хочу покататься на этой тачке, понять, что это такое. В итоге здесь два турбокомпрессора. Уф, мать его. Они должны просто заставить меня сегодня обкакаться, бля. Бля, просто вот насколько красиво тачка смотрится, да, особенно ее корма. Она чем-то напоминает издали Ауди, нет? РС-ку, да, вот, ну, что-то в ней, ну, что-то вот нотки от Ауди есть, потому что Ауди очень сильно любят красивые, большие жопы. Ягуаровские, да, кстати, что-то и ягуаровские тоже есть. Звереныш, такое ощущение, что вот в ней немерено коней, немерено арабских коней. Ну, не арабских, хотя бы корейских. Кстати, что у них там по конюшням? Они любят скопынов. Ну, собак они любят, это я понимаю, что они собак любят. Ты что, думаешь, у них моторы измеряются собачьими дохлыми силами, что ли? А сколько собак ты сегодня съел? Ты? Я? Да, да. Я кот. А, ты кот. Браво, апластементы, братуха. Сука, вот отсюда ее, когда смотришь, вот эта широкая линия, которая ходит туда, как стрела. Бля, машина на самом деле внешне вытянута, как стрела. Спасибо, ребят, я кончил. Все, всем до свидания, дайте мне салфетку. Ну, как на нее можно блевать? Не, может кто-то и блеванет, но я хочу на нее трухануть. Не, не на нее. А, ну, как бы. Короче, я хочу получить оргазм от управления Киев, от вождения Киев. То есть, бля, не, 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 ну, короче, что ты доебался до меня, блядь? Я понял, у хозяина сайта будет белые пятна там поручить. Не будет там белых пятен, я не приехал сюда дрочить в салоне. Я говорю, ты что мне, бля, я не знаю, прям этот мне. Короче, не еби мне мозги, слышь, бля. Давай поедем, потому что черную надо отпустить, он торопится. Мы просто поедем, приколимся, что себя представляет около стоковый. Ну, сейчас, наверное, там 247 лошадей, может плюс-минус там, блядь, собаки еще какие-то там. И поедем, и поговорим о ней вообще, блядь, в салоне. Что это за машина, вот какая здесь подвеска, хотя, что здесь говорить, передняя подвеска, это, блядь, Макферсон, задняя многорычажка. Все, больше вам говорить здесь нехуя и не о чем, блядь. Кому надо вот прям доебаться до технических характеристик, пожалуйста, есть официальный сайт и так далее. Короче, Яндекс.Бигса вам на помощь, а мы ебанули. Это сексуальный салон, блядь, вот прям очень ебануто сексуальный салон, коричневая кожа, все дела. Прям сутенерский салон, сразу в подвод, ну, садишься когда сюда, сразу узнаешь здесь нотки BMW. Скажи, что это не так. Вот только посмей сказать, что я вот сейчас наебываю, блядь. Вот ты же любитель. Так, переключились на спорт, и теперь идем. Ух, ебать, какая она управляемая. Поехали, 2 литра, блядь. О! Просто надо получать, нахуй вам эти технические, блядь, подробности. Ух, ебать, она управляется, братан. Кайф, просто, блядь, тачка в натуре, блядь, смотри, какая она, блядь, блядь. Любое малейшее, блядь, она прям просто пиздец как слушается. Ебанутого слушается машина, бля, руля вот прям, блядь, ебать, какой. Кайф от управления этим автомобилем, тотер. Я того голову баранью ебал. Ну, сток, да, чувствуется, не хватает ей. Ну, сука, блядь, не хватает ей, на самом деле, не хватает, как будто, ну, ее, блядь, пиздец как, неплохо. Ну, я кайфую с ее управлением. Ебать, как она, блядь, управляется, ебанутого просто. Мне вот интересен поворот на камеру. Блядь, охуенный тормоза. Без нее, куда еще сильнее, что, выехать, нахуй, вылететь отсюда должен, блядь. Блядь, она как вкопанная заходит в поворот. Тормоза, браво, прям кайф, блядь. Блядь, впечатленки ей. Блядь, если честно, я впечатлен этим корейским дерьмом, блядь. Я впечатлен. Продался. Я прям очень сильно впечатлен. Я не продался, но я в натуре кайфанул от этой тачки. Типа, посмотри, какая она по кайфу. Шумки нету. Ну, да, чувствуется, что шумки нету. Реально. Нет, выхлоп из колонок. Нет, выхлоп из колонок. Не, я вот сейчас слышу звук, шум дороги. Вот она перепрыгивает вот эти стыки, да. И, ну, чувствуется, что по-корейски шумки нету. Реально, по-корейски ее нету. Она, как ее нету, как и в Камре ее нету, как ее, блядь, сука, в Optima нету, блядь, ее нету и в Stinger. Это на самом деле и правда. Ну, нету. Блядь, я просто, короче, ее кончил. Ну, так, по-доброму, если честно. Охуеть, просто пиздец. Блядь, я прям, я прям, если честно, блядь, не ожидал вообще такого. Ой, это же не мой телефон, вот мой телефон. Блядь, я не ожидал. Честно, ребят, мы просто сейчас эту тачку быстро отпустили. В этой тачке, блядь, самый шикарный салон из всех тех, которые представлены вообще сейчас. Там стоять ждут. Прям очень сексуальный салон. Прям вот невебенно. Мы сейчас сядем в другую тачку, поговорим. Нет, я не хочу. А, там ГТ, все, пойдем. Братан, спасибо. Ваш труд, ваше гуд. Блин, поехали на ГТ, потому что ребята уезжают. Мы на самом деле припозднились у людей, дети, там семья, там и так далее. Это тоже надо ценить и уважать. Поэтому сейчас мы чуть-чуть переиграли, поедем на ГТ. Мне просто очень сильно хочется почувствовать, как эта тачка едет. 3.3, 370 лошадиных сил прям вот. Ну, я прям очень сильно хочу поехать на ней. И попросил все-таки хотя бы немножечко круга дать, чтобы понять, что такое 370 на двух турбокомпрессорах. Так, просто развернемся, круга ля дадим. Вот отсюда прям сразу так. Не, блядь, сука, смотри, как она охуительно. Ну, плюс-минус, честно говоря, не особо на меня сейчас вот впечатляет, потому что та плюс-минус так же едет, блядь. По крайней мере, ощущения, ну, просто непередаваемые, блядь, от того, как она, блядь, рулится. Вот просто балдеешь от того, как тачка стоит на дороге, держа просто пиздец какой, блядь. Ты в спорт поставил? В спорт? Нет, так, вот это же, да? Ух, сука! Блядь, смотри, смотри, как она тащит, блядь. Ебанутая, в смысле, машина, блядь. Да ну нахуй! Бля, управление просто ебанашка! Я прям кайфую! 210. Фуф, блядь, как она наяривает, твою мать, блядь, это Киа! Я прям вспотел, клянусь, блядь. Вообще никак не ожидал от этой машины вот такой прытик. Не, это очень сильная тачка, блядь. Блядь, разница чувствуется, прям вот колоссальная разница. Какой кайф, блядь. Охуеть. Бля, во все равно, я аж вспотел, блядь. Серьезно, блядь, она так, блядь, заставляет. Сука, печально, что вот так, что вот так быстро приходится отдавать машину. Надеюсь, у меня еще будет возможность поездить на GT-версии. Ребят, это прям очень сильно, и она заставляет себя влюбиться. Похую вам, блядь. Ну, мне лично похуй, кто что говорит. Это реально тачка, которая стоит. Это реально тачка, которая поражает. Это реально тачка, которая заставляет себя, блядь, полюбить. Блядь, безупречное управление автомобилем. Просто безупречная развесовка. Момент чисто BMW 30 на 70 Если вы любите быстро поездить И у вас не хватает денег На хорошую BMW с салона И так далее Берите Kia Stinger GT Вы не пожалеете Если бы у меня сейчас была возможность ее купить Я бы минуты не подумал Я бы ее купил Ай да корейцы Просто вот все Все в этой тачке заставляет тебя влюбиться Сразу моментально От посадки до каких-то мелочей Она просто заставляет себя влюбиться Да есть какие-то нюансы Какие-то мелочи Мы сейчас на белой поезде И больше времени уделим Каким-то техническим характеристикам Моментам, слабостям Есть какие-то моменты Ну прям браво Это не фальшивые эмоции Это не наиграно Это на самом деле так Эта тачка заставила меня сейчас улыбнуться Нет! Бля нет! Бля она очень интересная Блаз давай БМВ тебя ждут БМВ, БМВ Ну я ее не поменяю на свою Монзу Никогда Все равно Прям Бля я отиграю Вылази отсюда Чего там сел? Чего ты там расселся? Да он уже ездил на стингере Его не удивишь Бля Просто кайф Я прям кайфанул с этой тачки Спасибо тебе большое Да, мне за что Просто номера мои 034 У меня 3-4 просто Четырехлитровая Так что Надо было ее пригнать Погонять Да, надо было пригнать и поездить Бля, да Ну тупо Ну ладно Ничего страшного В следующий раз Клянусь покемоном Пикачу И чем хочу И закрепляю ленинской печатью Пиздец мне как понравился Понравился стингер Я Бля, я В смысле Я не кончил Я потек В смысле Вот реально Жаль, что мало Да, вот Ну ладно В следующий раз Мы найдем Я прям ворвусь в нее от души Вот Меня просто Она заставляет Заставляет улыбнуться машина Да, можно всегда говорить Что есть тачки лучше Да, есть Никто не спорит Но Будем честны Камри Полубомж версия В которой есть только Подогревы сидений И парктроники Стоило миллион Восемьсот Семьсот Ну Я когда покупал Эту машину Я ради интереса Позвонил в Тойоту Миллион восемьсот Семьсот Семьсот Хорошо А белого цвета тачка есть Она говорит Да, будет Через три месяца Я говорю Вы еще Ебнули Что-то совсем Вот Вся история Да Вот Камри Миллион Восемьсот Семьдесят Дальше Ну у нее Два и пять версия С мотором Двухлитровая Двухлитровая Я подумал Подумал За два миллиона Сольный мотор И развесовка Почти пятьдесят На пятьдесят Вопрос очевиден Этот ответ Отвече очевиден Не надо У нас пытаются люди Содавнивать Корейцы с BMW Это пока еще не BMW Это просто лучше Камри То есть там ты получаешь Семьсот на морде Тридц на жопе Передний привод И ничего Никуда не рулется Здесь ты получаешь Полный привод С офигенной развесовкой И с нормальной рулежкой И с рейтой Короткой Два и два оборота От упора До упора Делаем Опять сто пятьдесят Мы едем Я даже Особо нагаснусь Нет, понятно Здесь 280 сил И стоковый там Двести Двести Двадцать 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 Самый большой кайф Этой машины По сравнению С теми же там Я не знаю С той же Тойот Или еще с чем-то То, что турбовый мотор Гениально В принципе спроектированный Толстый шатун А у него реально Толстый шатун Который в принципе Держит все, что нам надо Мы можем сюда и дуть И метанол ставить А эта машина На четырехстах силах Вообще бодро едет На четырехстах силах Езжает из пяти секунд Для гражданской машины Эвридейна Вот для обычной жизни Машина, которая едет Из пяти секунд И стоит там Два пятьсот Это хорошо И на полном приводе Там кто бы что не говорил Про ресурсность этих машин Мотор нормальный Мотор ресурсов есть А то, что шум здесь идет Из мотора Да, вот, ну, слышите Прям, да У меня сняты Верхние уплотнители Моторного отсека Чтобы продувка была лучше У меня жалко свой мотор Но я могу немножко Сказать шум послушать За вот они стоят И мотора, в принципе, почти не слышно Ничего делать здесь Ну, вот у большинства Так скажем, хейтеров Вот эта машина Они все ругаются Вот, типа, при такой езде Турбина быстро полетит Ребят, ну, вы же когда Простите, презервативами Пользуетесь Вы не думаете, что Ты его один раз использовал А потом выкинул, да? Ну да Турбина Это расходный материал Ну, хорошо У нее ресурс Там, ну, 70 тысяч километров Ну, 100 тысяч километров Потом Гибридная турбина На эту машину С увеличенной Производительностью Стоит Тысячу там Пятьсот баксов Это не такие Ну, сто тысяч рублей Это не такие Колоссальные деньги Чтобы бояться Там Ну, умрет она Да и черт с ней Вот на этой машине Да Ну, будем объективно Сдохнет турбо Да, сдохнет турбо Я расстроюсь Да, я не расстроюсь Побегу ли я к дилеру Там менять ее по гарантии Нет, я не побегу Я поставлю сюда гибридную турбину Которая будет Давать там плюс 60 сил сверху Вообще проблемы нет Это называется тачка Которая позволяет ее тюнить То есть Когда ты умеешь это делать Когда ты знаешь, как это делать Когда ты знаешь, как добиться этого результата Да А это известно И понятно сейчас в принципе, да Снять там за 400 сил на этом моторе Проблемы нет Хейтеры, понятно Я их абсолютно прекрасно понимаю Что когда она ехала 7,9 секунд в сотню Это был факап полный И тут говорить вообще нечем, да А когда она становится Едет там На простейших модах Прошивки DECAD Едет 5,7 Вполне нормально На 400 силах мы едем из 5 Вот подготовим такую машину На 2 литрах Напишем Приезжайте, поснимайте Прям сопоставить сток И не сток Любящая система Вот эта навигация штатная Просто провал, да Вроде бы, да Но При малейшем нажатии на кнопочку Мы можем выбрать тот же YouTube Там Яндекс.Навигацию Еще что-то Система ломается За ровно там 2 минуты Ну не 2, окей 5 минут И получается полноценный Android Куда можно ставить любые приложения Все, что хочешь Что тоже есть некий плюс Просто планшет Да, да, да Полноценный планшет На этом Android Сразу видно Сразу видно, что это Такая более бедная комплектация Которая 197 лошадей Ну вот она у нас на чипе Сколько из нее вытащили? Ну пока 280 лошадиных сил Это единственная тачка Которая осталась до конца Потому что так получилось Что мы долго сюда ехали И людям надо было поуезжать Так немножечко просто поговорим Вообще Там-то мы получили просто какие-то Беглые, короче, ощущения На самом деле Вот когда садишься в Kia Stinger Первое вот впечатление Что она прям располагает То есть ты падаешь сюда Что просто вот чувствуется Качество автомобиля На самом деле оно чувствуется Дело не в том, что я сейчас там А хочу там похвалить корейцев Хотя нет Я хочу их похвалить Я хочу их похвалить За то, что они сделали Достойного конкурента Блядь, вонючей Camry На самом деле Достойного конкурента Вонючей Camry По-любому Что я ездил на Camry Мы тестировали Она там свыше двух мультов Она 100 То ли 2200 То ли что-то такое Вот в 250 Она была простая 2.5 атмосфера Блядь, уебищный передний привод С Camry Блядь, ну невозможно Сравнивать, блядь Стингер Чисто даже внешне Дизайном он намного красивее Просто идеальнейшее управление Она, блядь У нее держак ебанутый Изначально 197 лошадиных сил Ну, в плане каких-то там доработок Поработали там Впуск-выпуск там И добились 280 лошадиных сил Абсолютно вообще вот Ну, немного потратив на это Уже, блядь, другое, да То есть ощущения внутри салона Вообще совершенно другие Совершенно Он намного теплее Он намного интереснее Чем в Camry Прям на самом деле Намного интереснее Несмотря на то, что Ну, хозяин сам Специально выбрал Такую комплектацию Максимально дешевую Комплектацию Из-за веса Чтобы угадать вес То есть здесь нету панорамы Здесь нет люка Здесь нет девятнадцатых колес Здесь нет лишнего То есть чтобы угадать В весе в 150 килограмм Насколько я знаю А это прям вот плюс-плюс 150 килограмм Когда ты занимаешься Чип-тюнингом автомобиля То есть ты прям вот Ну, почувствуешь эту разницу В 150 килограмм Из слов Исходя из слов Хозяина автомобиля Что этот двигатель Вообще налегке Можно, блядь Поднять до 400 сил Вообще налегке До 400 сил И коробка будет, блядь Выдерживать это То есть и получать Вы будете колоссальное удовольствие И тачка будет выезжать Из пяти секунд Из пяти секунд И на самом деле Повторю его слова Бля, просто для гражданской версии Автомобиля Который будет, блядь Стрелять охуительно И выезжать из пяти секунд И идеально управляться, блядь Автомобиль на самом деле Легко поддается Бля, любым тюнячкам Любым абсолютно Я лично очень сильно кайфанул Я не думал, что мне Стингер подарит Вот настолько много ощущений Ну в салоне на самом деле Ты можешь заметить Не один автомобиль Ну реально не один Это и ВАГ группу И BMW То есть панель у нас Развернута И Mercedes Вот этими дефлекторами Да То есть исконно Корейская тоже здесь Все присутствует Вот Вообще, что пиздеть Поехали-ка На хуй это надо, блядь Вот рассказывать Что-то Кому надо, тот пусть посмотрит Здесь есть Опять же Сколько Эко Комфорт Спорт Вот Спорт сразу Это настройка Жесткой подвески Не знаю Как работает это В стингере Но Вот эти три режима Допустим В оптиме Мне абсолютно не понравились Сложилось такое ощущение Что они просто как бы есть Но пользы от них нету никакой То есть Там Я особо не почувствовал Изменения каких-то Настройок подвески Там и так далее Здесь же Ну на первом Когда мы поехали Изначально включил спорт То есть я не проверял Как она едет на комфорте Эко режим Мне был изначально неинтересен Машина достаточно Так грубовато Эдит Жестковато Подвеска работает И управление Прям вот превосходное Мне был интересный стингер Мне почему-то казалось Что это то же самое Что и Kia Optima Вот Ну плюс-минус Плюс-минус Да там Различия в дизайне Там и так далее Потому что сейчас Все автомобили Делаются Приблизительно Одинаково То есть Друг от друга Они недалеки Но в стингере Блядь Прям Кия меня Прям очень сильно поразила Очень интересный автомобиль Очень интересный Как будто Вот знаешь Двуличность Вот в автомобиле Присутствует Она может быть И скотиной Такой потаскухой А может быть Такой ласковой женщиной Которая может Там тебя Приголубить Там образно говоря Интересно Не Она прям Превосходно Рулится Ну Сука Абсолютная Предсказуемость Она делает Все что ты хочешь Куда бы ты ее Не потащил Куда бы ты ее Не указал Она идет Именно туда Я может быть Не на многих Тачках поездил Да У меня все еще Впереди Там Я посмотрю Очень много Интересных Автомобилей Мы будем Стараться Допускать Меньше Ошибок И так далее Да Но Сейчас Пока Пока мне Так в душу Ничего не запало Реально Ничего мне Так не запало В душу Как вот Стингер Маломальски Конечно я ее Понял Но Хотелось бы Побольше Я на самом деле Обратно вернусь Может быть Не сюда Я вернусь К обзору На Киев Стингер Вернусь К обзору На ГТ У меня реально Эта машина Вытащила Все эмоции Все Все мысли Я не могу Сейчас собрать Все свои мысли Двоедино Чтобы передать Что я испытал Сейчас Что сейчас Мне доказал Стингер Это на самом деле Конкурентоспособная Тачка И честно вам Говорить Если Смотреть Опять же На Камри Да пошла На нахуй Реально Я вам говорю Пошла На нахуй Я думаю Вот эта тачка Стоит вашего внимания Очень атмосферный Автомобиль Прям очень Атмосферный Автомобиль С вами был Марат Борода Колиев И канал Asato Channel Сегодня я в кепочке А то я пару Обзорчиков Без кепочки Да Там провел Так что Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Дизлайки Я судорожно Извиняюсь За то что Может быть Где то Сделал ошибки Потому что В принципе Я приехал сюда Вот так Абсолютно Нежданно Негаданно Мне поставили Три стингера И я получил Колоссальное удовольствие От этого автомобиля Половина сахар Половина мед Бля буду кофе Бля буду чай Ну и на самом деле Еще раз хочется сказать Огромное спасибо Ребятам Из тюнинга Теле Которые занимаются Доработками этих автомобилей Которые занимаются Чип тюнингом Этих автомобилей Все ссылочки На этих ребят Будут в описании Вот такие парни Простые Приземленные Абсолютно Вот мирские люди Которые раскрывают Потенциал этих автомобилей А я с вами прощаюсь До новых встреч Ребята Всем пока Блядь какая тачка С тингер Бля